МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на 24КЗ Народные новости. Всё самое интересное, необычное и новое прямо сейчас. Неординарные истории без политики и негатива. В студии Валерия Гавриленко. И вот что вас ждёт в этом выпуске. Фастфуд на миллион. В австралийской забегаловке обнаружено сокровище. Птицы счастья, живущие в библиотеках. Уникальная выставка прошла в семье. Инфографика как искусство. Красота цифр и в цифрах о красоте. Как бы вы отреагировали, если бы в стенах кафе, куда вы обычно заскакиваете перекусить, появился очень дорогой предмет. Ну, скажем, шедевр мирового искусства. В один из скромных австралийских пабов на днях завезли такой стоимостью в 2,5 миллиона долларов. Речь о картине «Вест Виалонг» австралийского художника Расла Драйсдейла. Работа признана критиками одним из десяти величайших произведений искусства, созданных в Австралии. Прикоснуться к культурному достоянию предлагаем и вам. За его работы выкладывают немалые деньги ценители искусства по всему миру. А вот завсегдаты этого маленького паба могут наслаждаться одним из его шедевров совершенно бесплатно. Работа под названием «Вест Виалонг» украшает стену паба в отеле «Татерсол», что в восточном штате Австралии – новый Южный Уэльс. Картину стоимостью в 2,5 миллиона долларов доставили сюда в бронированном фургоне совсем ненадолго – всего на пару часов. Владелец шедевра предпочитает оставаться инкогнито. В 1949 году Рассел Драйсдейл, сидя за одним из столиков паба и ожидая свой заказ, сделал набросок улицы, которую он видел в окне. Дочь художника Лин Кларк сопровождала картину по дороге в город. В детстве я могла часами стоять на стуле и наблюдать за тем, как он рисует. Приятное воспоминание. Для жителей сельского городка с размеренным образом жизни появление картины стало настоящим событием. Элизабет Пантон была удивлена, когда увидела картину. Она думает, что для такого скромного паба это огромная честь принять в своих стенах такой шедевр искусства. Художник должно быть долго размышлял, прежде чем нарисовать картину. Критики признали Вест Виалон одним из десяти величайших произведений искусства, созданных в Австралии. Но если одни поистине восхищаются работой мастера, то другие ограничиваются комментариями, типа, ну, картина как картина. По мнению Лин Кларка, сознание придет к ним позже. Скоро они обязательно воскликнут. Боже, да эта же картина в два с половиной миллиона долларов. Родившись в Великобритании, Рассел Драйсдейл мигрировал в Мельбурн еще в детстве. Он был очарован красотой австралийского кустарника и часто изображал это растение на своих картинах. Художник умер в 1981 году. Вест Виалон остается одной из самых известных его работ. И еще немного о красотах. Правда, на сей раз небесных. Великолепное зрелище предстало перед глазами ирландцев. На минувшей неделе тамошние жители наблюдали великолепное световое шоу, подаренное самой природой. Целую ночь северное сияние поражало воображение зрителей неповторимыми оттенками розового, зеленого и красного. Подобные явления происходят, когда так называемый солнечный ветер вторгается в магнитное поле Земли. Северное сияние, как правило, имеет зеленые и розовые оттенки. Красный цвет встречается значительно реже и означает повышенную солнечную активность. Но если оставить науку в стороне, то приходится констатировать невероятную красоту происходящего. Увидеть настоящих редких тропических птиц воочию, да еще и где? В библиотеке. Попугаи, туканы и зеленокрылые арам. Всех этих фернатых теперь можно встретить и в Казахстане. Очередным пристанищем для передвижной выставки тропических птиц стал семей. Теплолюбивые питомцы с легкостью адаптировались в наших холодных условиях и с удовольствием общаются с посетителями. Именно общаются. Со многими из птиц можно поговорить по душам, ведь их словарный запас уже перевалил за сотню. Необычную экспозицию оценил и наш корреспондент. Птичий двор находится в стенах областной библиотеки имени Абая. Уникальные фолианты здесь соседствуют со столь же уникальными пернатами. На время в учреждение культуры поселились более 20 птиц. Все они были привезены из далеких тропических стран. Одним из самых крупных персонажей выставки считается синий-желтый ара. Вес его достигает около полутора килограммов. Птица ручная, ее можно спокойно выпустить из вольера. Причем, несмотря на свои крупные габариты, она позволяет себя погладить и взять на руки. Мы создаем все необходимые условия. Вы видите, у нас какая температура здесь. И чувствуют они себя замечательно. Ухудшений никаких нет. Мы очень заботимся о них. Если туканы привлекают посетителей своим гигантским клевом, то попугай Жака удивляет своим умом. Птица родом из экваториальной Африки. Обладая незаурядным интеллектом, воспроизводит сотни слов и предложений. Не остались в стороне и сотрудники библиотеки. Воспользовавшись тем, что в их стенах находится передвижная выставка, они открыли свою экспозицию. Библиотекари предлагают посетителям познакомиться с книжными новинками, которые расскажут читателям о необычной жизни тропических птиц и животных. Цель нашей выставки это привить любовь к природе, к живой природе, а также воспитание, экологическое воспитание подрастающего поколения. Да, конечно, есть такие посетители, которые приходят на эту передвижную выставку тропических птиц, они больше хотят узнать о какой-то другой птице и стараются посмотреть в наших энциклопедиях. У выставки есть своя изюминка. Среди десятка тропических птиц имеется маленькая обезьянка. Речь идет о гибоне по имени Боня. Среди многочисленных поклонников исключительно дети. Ведь питомец постоянно качается на гамаке и при виде посетителей выделывает танцевальные па, чем демонстрирует свое дружелюбие. Инфографика сегодня стала чем-то обыденным и привычным. С помощью этого способа визуализации данных можно рассказать о многом быстро и наглядно. Принято считать, что этот жанр зародился в компьютерную эпоху, но на самом деле ему не одна на сотня лет. Уже в 18 веке люди использовали диаграммы, графики и рисунки, чтобы объять необъятное на одном листе бумаги. Получалось красиво, интересно, а самое главное полезно. Несмотря на стремительно развивающиеся технологии, мы все еще ищем лучшие способы визуализации данных. Как раз это и демонстрирует новая выставка под названием «Красивая наука», проходящая в Британской библиотеке Лондона. Начиная с этих круговых диаграмм, сравнивающих человеческие и животные геномы до вот этих полярных диаграмм 19 века, выставка представляет собой анализ того, как человечество посредством науки и технологий визуально интерпретирует огромные объемы информации. Хорошо составленная таблица, это удивительно. Вы просто смотрите на нее, и этого достаточно для того, чтобы быстро оценить соотношение нескольких величин. Но вообще-то, когда информации слишком много, как в викторианские времена, становятся необходимыми другие методы анализа. Громадная коллекция британской библиотеки в тандеме с новейшими технологиями отражает многовековую работу ученых и статистиков. Здравоохранение, погода и эволюция — три ключевые темы выставки, которые зачастую доминировали в научных исследованиях. В разделе, посвященном «Погоде», этот бортовой журнал корабля Ост-Индской компании 18 века теперь помогает экспертам из Гидрометеоцентра Соединенного Королевства в исследованиях климата Земли. Информация этого бортового журнала теперь оцифрована и вложена в новые климатические модели, доказывая полезность наблюдений вековой давности даже в современных исследованиях. Не зацикливаясь на прошлом, вниманию посетителей представлен и такой экспонат, как эта двигающаяся графика океанских течений, сделанная НАСА и научной студией визуализации Космического Центра Полетов имени Готара в 2011 году, с закрученными картинами Винсента Ван Гога, эта анимация иллюстрирует движение мировых океанических течений за период с июня 2005 по декабрь 2007 года. На сегодняшний день ученым открыт доступ к безграничным потокам информации, которые получают со спутников и станций наблюдения. В разделе, посвященном эволюции, ранние зрительные образы включают иерархически упорядоченную Вселенную в Великой цепи бытия, сделанной Робертом Фладом в 1617 году. Каждое существо имеет свою ступень в соответствии со своим положением, что позволяет создать иерархию бытия, положившие начало классификации и позднее эволюционным древом. С помощью этого экрана посетители смогут рассмотреть эволюционные взаимоотношения между десятками тысяч млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. Чтобы создать визуализацию, увеличивающую масштаб с возможностью открытия называемая фрактальной геометрией. На экране есть место и звуковым дорожкам дикой природы из коллекции британской библиотеки. С помощью интерактивных элементов этой новой выставки Джоанна Киневич надеется изменить предвзятые отношения к науке и научным открытиям. Наука не ограничивается наличием скучных лабораторий. Изображения играют не последнюю роль, ученые делают открытия, делятся ими, а красивое их отображение неотъемлемой часть этого процесса. Выставка «Красивая наука» в британской библиотеке Лондона будет открыта для посещения до 26 мая. Таким был «Мир без политики» глазами наших корреспондентов сегодня. Смотрите «Народные новости». Будьте в курсе интересных событий и необычных историй. А мы всегда найдем, чем вас удивить.